Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня стало известно, что внесенный в перечень физлиц, выполняющий функциональный астронного агента на территории РФ, Галкин, отменился в концерт в Израиле. Вы знаете, они у него должны были состояться в ноябре, но кто сейчас там будет смеяться и над чем, непонятно. Он собирался помогать Израилю, сказал, что Израилю очень важно, что мы с Аллой остаемся здесь через три дня. Он уже был на Кипре, кровь, видимо, будет сдавать на Кипре. Он сказал, что я не могу идти в армию, но вот кровь сдам. И через три дня улетел на Кипр, люди писали, что кровь на Кипре будет сдавать. Ну, очевидно, это очень такая смешная ситуация, если бы не было так грустно. Концерты он отменил, и стало понятно, что в ближайшее время он не планирует возвращаться в принципе туда, то есть они будут продолжать проживать на Кипре. Понятно, что ситуация очень сложная в Израиле, поэтому им там делать нечего. Патриот Израиля. Вспомните ту речь, которую он говорил, когда еще не знал, что там будет происходить. Вспомните эти практически наворачивающиеся слезы, когда он говорил, что здесь такой патриотизм, здесь плечом к плечу стоят и обычные, и дети министров, и я так люблю. И где это все? Где все эти слова? То есть, что с Россией, что с Израилем, все одно и то же. Дело все в том, что люди, конечно, с одной стороны понимают, какие концерты могут быть, но для него это лишь деньги. Для него это лишь деньги, возможность заработка и возможность, собственно говоря, устроить ЧОС. Ну просто сейчас какой ЧОС может быть? Представьте сами, ракеты летят, происходит такая операция, военные действия, и он будет, собственно говоря, там над чем смеяться-то. Это же просто... У него и в принципе-то программа уже о бразильской попке Успенской, и он поет песни Шутунова и Цоя, ему это уже нечего показывать. А сейчас это невозможно. Поражает воображение, конечно, позиции этих людей, которые клянутся в патриотизме просто, а через три дня уезжают и даже не планируют возвращаться. Нет, ну они, конечно, скажут, мы вернемся, когда все стабилизируется, у нас же дети, но только когда это будет, совершенно неясно, учитывая заявление про Нетаньяху, который говорит, что это может продлиться очень долго. Ну поэтому вот это уже вторая родина. Теперь третья. На Кипре вроде тоже есть какие-то вопросы. Если выяснится, что у них есть еще дом, например, на Тайване и в Корее, будет смешно. Ну в кавычках, конечно. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости, новости в формате 24 на 7. Фото, видео, хроника, ролики из разных источников, политик с моими комментариями. Все это телеграм-канал Будда Гришна. И, друзья, есть на Ру-Тюбе, по вашему совету, созданный канал Будда Гришна. Там только политика, никакого шоу-бизнеса. Поэтому переходите, ставьте класс. Ру-Тюб, канал Будда Гришна. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.